Ребята, всем привет! Сегодня у нас 4 августа. Время у нас ночь, точнее глубокая ночь. И вот так вот незаметно ночью я выхожу на свою первую смену. Буду сегодня кататься по личным заказам, буду кататься по приложению Яндекс.Премиум. Я перешел в другой парк, называется он Карабас. И сегодня буду ездить вот на этой красавице. Посмотрите на нее. Это просто прелесть. Белый матовый Майбах. Белый-белый матовый Майбах. С черной крышей, с белым салоном. Я даже не знаю сейчас. Здесь такие, конечно, это как вот. Получаются накладки на сиденье. Машина белая, белый салон, водичка. Все. Сейчас я еду к клиенту первому. Выполню заказ с Барвихи до Октябрьского поля. А потом буду ездить уже по приложению Яндекс. Посмотрим, что у нас Яндекс дает. И завтра с утра у меня свадьба и тоже личный заказ. Время сейчас 048. Поеду я съезжу до Барвихи. Мне вконтакт написал личный клиент. Отвезу его в район Октябрьского поля. А потом я включусь уже по Яндексу. Что я хочу сказать. Машина вообще получается совсем почти новая. Она 2018 года. У нее такой белый комбинированный салон. Белый с черным. На Октябрьском поле? Закончил я личный заказ. Подвез я клиента. Очень добрый молодой человек был. Поговорились с ним немножко. И выезжаю я работать по Яндексу. Время сейчас у нас 1.56 ночи. Пассажир написал. Башня Ока. Инсайт. Ребят, ну что, не прошло 5 минут и мне Яндекс дал заказ. Правда, я нахожусь аж в районе станции метро Сокол. А ехать мне к Москва-Сити. Ребят, сделал я заказ. Первый вышел на 1284 рубля. Клиент оставил 1300. И получается такая ситуация вышла. То, что, ну, сзади друзья его ехали. А спереди сел сам клиент, который должен был оплачивать. И я ему говорю, как бы, наша поездка на 1284 рубля. Он так говорит, а у меня разве не карты? Я говорю, нет. Указал ему на свой смартфон, где было указано, что оплата наличная. Ну, достал 1300 рублей и отдал, а они ушли. Попался мне снова заказ по Яндексу. По какому приложению еще может попасться, если я сегодня только по Яндексу работаю. И снова с Пресницы к набережной. Сейчас я буду возвращаться. Тут минут 5 ехать до нее. Снова забирать клиента. И не знаю еще, куда поеду с ним. Ребята, подъехал я к Сиксти в Москва-Сити. Сейчас поеду на Бутурский Валдом 5. Оплата безналичная у пассажира. Ну, я думаю, рубля на полтора, может, выйдет, может, на два. Не знаю. Сейчас пассажир написал, что через 5 минут выйдет. Ребят, ну, катаюсь я по заказам от Яндекса, да. Что я могу сказать? Заказы, на самом деле, по сумме получается меньше, чем у Вилли и Юкета. Я сейчас с Садово-Спаской приехал тут в деревню Путилково. Получается, сразу за МКАДом эта деревня. И вышел у меня заказ на 2050 рублей. Блин, ну, может быть, как бы для BMW 7-ки, да, и S-класса. Это еще нормально. Ну, я считаю, что Яндексу надо делать тогда тариф, какой, премиум сейчас. По премиуму сейчас я езжу. Надо делать тариф премиум плюс. Так же, как у Гетто и так же, как у Вилли. То есть, именно в Майбахе, да, по этому тарифу будут кататься. Ну, вот и наступил следующий день. Приехал я возить свадьбу. Здесь стоят два Хаммера, еще два водителя. Всем привет, ребята. Здравствуйте. Два Хаммера вот таких здоровых. Я не знаю, а сколько людей туда влазят? 2632. 2632? Классно вообще. Вот Майбах спереди стоит. Сейчас я вам покажу, что внутри Майбаха, короче, как там. Не Майбаха, а внутри Хаммера. Вот это, конечно, жесть вообще просто, да? Может, баночку пивка взять, е-мое? Здесь можно просто капец, как зажигать, е-мое. Привез я молодоженов в Хамовнический ЗАГС Москвы. Пошли они вместе с гостями расписываться. А мы вот так здесь встали. Ребят, привезли мы молодоженов и гостей к храму Христа Спасителя, который находится слева от набережной. Высадили их на улице Волхонка. И сейчас вместе с двумя Хаммерами передвигаемся на набережную в поиске свободных парковочных мест. Потому что на улице Волхонка просто все перебито и забито, и негде просто встать. Здесь, я смотрю, тоже очень тяжело с парковкой. Я даже не знаю, как мы сейчас будем выходить из этой ситуации, но как-нибудь уж точно выйдем. Ребят, нашли мы вот как раз, получается, место для двух Хаммеров этих длинных и для одного Майбаха. Вот сейчас подъезжает. Что-то цветы упали, что ли? Цветы упали, что ли? Короче, ничего. Припаркуются сейчас. Че? А? Давай, там еще целая машина. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Еще. Все, хватит. Кому интересно, Москва-река. Ребята, закончил я возить молодоженов. Время у нас сейчас без 22. Такая веселая свадьба получилась. Ну, конечно, у них еще она будет продолжаться. А у меня вот в 3 часа получается еще один заказ на 2 часа от моей компании, где я работаю. Карабас 24. Хочу рассказать немножко о том, что у компании много автомобилей. S-класс, E-класс, Vianna, Vita, BMW 7-ки, Майбахи. Даже можно заказать Rolls-Royce. Как у меня недавно один клиент через меня заказал в этой организации Rolls-Royce на конец августа. Ссылку на эту компанию, в которой я работаю, я оставлю под видео. А я буду продолжать сегодня. Если успею, какой-то заказ по Яндексу сделаю. А если не успею, то тогда в 3 часа я подам автомобиль по адресу. Ребят, закончил я заказ. Короткий на 2 часа от фирмы. Хочу подытожить сегодняшний день. Время сейчас полшестого вечера. Сделал я 2 заказа, получается, за свою рабочую смену от Карабаса, от своей фирмы. Один свой личный заказ с Жуковки в район станции Метрополежаевска. И покатался я ночью по Яндексу. Насчет Яндекса. В принципе, неплохой тариф. Только единственное, что мне не понравилось, это когда к клиенту попадается мой автомобиль, на котором я работаю, то в приложении у него пишет, то что к нему приедет белая из класса. Не совсем правильно это, конечно. Потом чуть-чуть, немножко сумма по агрегатору Яндекс, конечно, поменьше, чем по Вилли и по Гету. Потом очень много, очень много заказов, очень много отказов в плане долгой подачи. Еще бы я хотел, чтобы Яндекс все-таки ввел тариф премиум-люкс, потому что, ну, все-таки, если сравнить в Майбах, да, и BMW 7R, это немножко разные автомобили. И хочется, чтобы, ну, я бы, если у меня был бы агрегатор, да, Яндекс, как сейчас он у меня есть, получается, я бы включал только премиум-люкс. По ВИПу бы я, наверное, не катался. И вот, основываясь на этих трех агрегаторах, Яндекс, Вилли и Гет, я бы ездил по ним, когда нету личных заказов. А так, жду, когда мне подключат Вилли и Гет, переведут, точнее, в другой таксопарк, и буду ездить, стараться по трем агрегаторам и выполнять также личные заказы. Видео выйдет это в YouTube 5-го числа, это будет мой день рождения. От вас я жду побольше лайков, если вам понравилось видео. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч!